Истек срок эксплуатации моей трапезной чашки. Взамен нее я купил другую. Ничем она особо непримечательна. Абсолютно обычная фарфоровая чашка. Но вот какой-то элемент в ней прямо привлек к себе внимание. Я не смог устоять. Думаю, что-то в ней такое есть. Очень приятно. Купил, теперь пользуюсь. Почему она здесь фигурирует, поймете позже. Четыре роскошные единицы прибыли из Франции. Три из которых бритвы французского производства. Одна бритва производства неопределенного, однако с абсолютной уверенностью можно сказать, что выполнена она из шеффельской стали. А точнее сказать, из серебряной шеффельской стали. Все решения такие полнотелые. Все решения достаточно серьезные. По-моему, все кроме последней решения абсолютно новые. И последняя она там, она больше хранилась, судя по коробке. Причем отдельного внимания заслуживает. Итак, стартуем. Не уверен, что на вот этих двух, но на этой точно коробка не родная. От того, как она от Спартака, а внутри не Спартак. Здесь тоже, вероятно, коробка не родная, однако одна в ней есть. И, в общем-то, с нее и начнем. Это у нас Булей Тур. Половинная выборка. Очень тяжелое решение. Очень увесистое. Твердая, очень твердая сталь. Очень классная. Затачивается прекрасно. Еще раз. Выборка наполовину. С любой поставленной задачей справиться просто на уровне. Естественно, ко всем бритвам я руку приложил, дабы смахнуть с них пыль веков и полностью подготовить к любым рабочим испытаниям. Итак, погнали. Твердость эта на тестовом резе чувствуется прямо на ура. Итак, еще раз. Булей Тур. Оправы полировались, изнутри оправы вымывались, клинки шлифовались, полировались и, естественно, в конце были заточены. Все точились в слой изоленты и слой ленты каптоновой. Значит, ширина полотна первой бритвы 20 мм. Вот бритва не названная, однако имеем мы четкое предписание о том, что выполнена она из абсолютно лучшей серебряной стали шеффельской. Или абсолютно лучшей шеффельской серебряной стали. Вот так. Никаких опознавательных знаков дополнительных нету. вот такая красивая спина. Тоже решение, ну, оно по массе предыдущему самую капельку уступает от того, как здесь выборка полная, но не экстра. В первом же случае выборка половина, и это прямо, ну, чувствуется, чувствуется. Но вот эта бритва, она на 1 мм шире полотном, здесь 21 мм. Естественно, точно так же разобралась, оправка изнутри вымылась, сверху вышлифовалась, выполировалась. Бритва на мельхиор, как и в первом случае, собралась. Дай Бог здоровья и счастья, любви, удачи Константину, который прекрасные пины изготавливает, по моей просьбе. Очень все и очень хорошо. Здесь, поскольку выборка полная, бритва уже звенит. Очень хорошая сталь. Очень хорошая, скажем так, закалка этой стали. Вот этот звон, он хоть и опосредованно, но сообщает о том, что хорошо все там по роквалам, по твердости. А микроскопия показывает очень хорошие показатели по структурным особенностям стали. Итак, номер два. Неназванная английская бритва, или давайте будем точнее уточнять, бритва из английской стали. Абсолютно новый стартер от Делорме. 5 восьмых. Порядковый номер 769. Это еще ранние выпуски. Вот такие украшательства характерны были именно туда еще, в ранний период. Естественно, отравление на полотне, стартер, все как положено. Абсолютно как бы универсальное решение. 5 восьмых. Однако, выборка здесь тоже наполовину. естественно, оправка, все в идеальном состоянии, абсолютно, абсолютно новое. Кстати сказать, и коробка затхлым не воняет очень и очень хорошо. В первых двух случаях они, конечно, там короба. Ну, вот этот прямо такой имеет такой затхлый запах, а здесь такой какой-то прямо как ванилькой попахивает. и так стартер от Delarme чтобы любую влагу убрать все абсолютно новенькое. Это еще ранние-ранние выпуски. Эти ранние выпуски, помимо того, что вот такая коробчушка, она, конечно, в жизни потрепала и лучшие дни она видела, однако не только по коробке можно сказать, что это выпуски ранние. В ранних выпусках вот эти оправы я, честно сказать, не помню. Там, по-моему, самые-самые первые там оправы были роговые. В данном же случае конкретно здесь синтетик, однако сама оправа сама по себе она еще вот таких абсолютно классических форм, она толще самим материалом, самим вот этим акрилом, чем те, которые выпускались позже и она еще таких форм примитивных. ровная плоскость и вот такие как бы грани диагональные. Естественно, пины а-ля бычий глаз. Вот вот эти украшательства, вот эти прежде все. Это славно известный лотус от Легрелло 360-я модель в размере 5,8 для жесткой щетины. Ну, выборка, я сказал бы, так, наверное, все-таки туда, в сторону половины смотрит. Как по мне, это самая красивая французская бритва всех времен народов. как ни крути, верти. Вот все-таки возвращаются именно вот к этому элементу. Вот это сочетание использует его не только Легрелло или, по крайней мере, изделия других мануфактур, вероятно, может быть, либо получают какие-то права на использование таких же украшательных элементов. Но, тем не менее, вот это украшательство верхней грани обуха плюс вот эти пины аля бычеглаз, они, конечно, очень-очень украшают. Прямо очень-очень и очень-очень красивая штука. Естественно, состояние идеальное. Здесь, если придираться, ну, кто-то когда-то вот здесь такую тоненькую фасочку намалевал, однако она абсолютно незначительная, ну, опять же-таки, общее состояние, учитывая ее возраст, так вообще бесподобно. Естественно, боясь, никогда стараюсь вот эти оправы не разбирать, поскольку обратно собрать это не стоит усилий операции поменять на такой же пин, таких пинов пока не существует в природе, по крайней мере, до тех пор, пока Константин не разработает новые оснастки для них. Класс! красотища, конечно. Очень-очень тихенько подцикивает, но пусть не вводит в алману вот такой достаточно изящный внешний вид. штука мощнейшая, просто-напросто мощнейшая. Вот такой рисунок торца носика. Обалденная штука, просто обалденная штука. Прекрасно! Вот они четыре бесподобные новинки вашему вниманию представляются для того, чтобы не было путаницы никакой. Естественно, решил я зафиксировать стоимость каждой из них на уровне в три тысячи гривен. Абсолютно удобоваримая и привлекательная оценка, поэтому прошу любить и жаловать. У меня же на этом пока все. Искренне надеюсь, надолго не прощаемся. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Бонзай!